26 октября в Москве пройдут мероприятия мегапроекта «Одаренные дети и молодежь-2014». Они завершают общероссийские конкурсы «Молодые дарования России. Лучший преподаватель детской школы искусств» и «50 лучших детских школ искусств». На церемонию награждения победителя приглашена преподаватель детской школы искусств номер 2 Татьяна Томанова. Она признана лучшей в номинации «Музыкальное искусство». Ее воспитанница Зифа Ахметова также победила в конкурсе «Молодые дарования России». С одним из лучших преподавателей в стране встретилась Надежда Печоркина и Николай Александров. Какой палец у тебя самый сильный здесь? Мне кажется, вот этот выбирает, да? Значит, сюда опора больше. Вот воздушный его сделай. Опор? Медаль? Нет! Медаль плохая. Ее ученики берутся за исполнение сложных произведений. Татьяна Томанова способна заразить своей любовью к музыке каждого, кто садится за инструмент. О победе в общероссийском конкурсе говорит неохотно, хоть и понимает ценность признания своего труда на федеральном уровне. Быть победителем конкурса «Лучший преподаватель России» это немножко, наверное, неправильно, даже некорректно, потому что 50 победителей на всю Россию это очень мало, потому что в каждой школе и, наверное, для каждого ученика педагог тот, который с ним занимается, он лучший. Его вообще загнуть. Тебе удобнее так играть, что ли? А попробуем все-таки без зашаги. Вот земля еще вот так вот. Ее ученики много раз побеждали на общероссийском и международном уровнях в активе самой Татьяны Томановой множество побед и дипломов. Все настолько привыкли к тому, что она всюду выигрывает, что может показаться, как талантливому человеку победы достаются ей легко, без особого труда. Но так могут думать только посторонние. Только мы видим, и, наверное, вот супруг в большей степени знает, насколько ей тяжело, когда человек работает до потери сознания. Это не есть простые фразы. Были случаи, когда на рабочем месте человек просто сползал по стенке, мы вызывали скорую. То есть все просто так не дается. Ой, еще раз вспоминаем, что говорил нам наш любимый педагог. Ира диктует условия и более четко иришь. Не мягко, а четко. Нет, Вова, не спи. Далеко не каждый ученик способен сыграть хороший дуэт. Принцип подбора от Татьяны Томановой просто сложен одновременно. Говорит, они должны одинаково дышать. Татьяна Владимировна требовательный преподаватель, но, говорят ученики, не строгий. Вообще, мне кажется, что Татьяна Владимировна лучший учитель всего мира, года. Конкурс проходил в рамках мегапроекта «Отдаренные дети и молодежь-2014». Татьяна Владимировна участвовала в нем вместе со своей ученицей Зефой Ахметовой. Победили обе. Татьяна Томанова признана лауреатом общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в номинации «Музыкальное искусство». А Зефа стала победителем смотра юных дарований. Я очень рада, что это совпало, например, с итогом обучения Ахметовой Зефы в музыкальной школе города Нового Уренгоя, потому что она успешно поступила в казанскую десятилетку. Это итог, на котором точку не ставят, потому что подрастают новые ученики. И это достойная смена. «Фраза показана на четыре ноты. Поехали. Первое дыхание и объединяем фразу. И...» «Ведем, ведем, ведем. Еще, еще, еще. Марш!» «Вова, ты не слушаешь ее». 26 октября ее ждут в Москве на мастер-классы для получения заслуженной награды. А она, пока не уехала, дает уроки. Щедро делится тем, чего в ее душе хватает на всех – любовью к настоящей музыке. Надежда Печоркина, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Субтитры создавал DimaTorzok